Не отрывая глаз от мониторов, приступаем к просмотру финальной битвы, решающей битвы на стритовый кап номер 154, шайс против Хайдвенфорс. Не отрывая глаз, именно потому что это будет ну супер зрелище, поэтому все-таки не гоже отвлекаться, карта будет одна, сейчас кстати говоря Кнайф за карту, такое нововведение было, произведено от администрации проекта Stream Company, Кнайф за карту играется, то есть до поры до времени, до сего момента все-таки карту определяли мы на турниры, на финал и на все предыдущие соответственно стадии, но сейчас все-таки решили какое-то такое новшество команды, попросили. Команды спровоцировали нас на это действие, скажем так, ну и мы конечно не могли уклониться. Официальный спонсор проекта Stream Company, магазин лицензионных Steam и Origin, также там помимо Origin там еще много чего есть из Steam, так что ребят, супер магазин лицензионных аккаунтов, скажем так, steamdefiz.ff.ru, прекрасная штука, поэтому посещайте, покупайте, запасайтесь на долгие годы вперед аккаунтами. Возвращаемся в Counter-Trike, карта D2Scan будет у нас. Финал Хайденфорса и Шайц, то есть Россия против Украины, несколько комментариев я уже видел на Твиче, то что Хайденфорс потянут, не факт, я бы сказал не факт, не ручаюсь я за этот комментарий, потому что Шайц, ребята, знаете, боевитые, даже это мягко сказано, это самые настоящие машины-убийцы. Титаны, титаны своего дела, мастера, тут много лестных выражений подбирать можно, поэтому сразу я так предостерегу и Хайденфорс, и зрителей данного матча, немало собралось, что зрелище будет то еще, не из легких. Возможно Хайденфорс его не перенесут просто психологически, но что-то я совсем возвысил Шайц, потому что они этого заслуживают. Вот, смотрим, поехали, сразу поджим, двигаться с составами, познакомиться на Эко, одной из команд, продвижение на дугу, сразу с мидлайк начинает уже гасить, пытается парировать угрозу, сразу же, там двое, должны сейчас с разменом, с разменом обязаны просто сыграть Феникс, так и происходит, стрельба сразу по второму, но релоад очередной застал его врасплох, ну и два красных, два красных, это стеклоглушитель и М-обой, а бомба, бомба у Феникса видать. Фокусирует он свое внимание где-то на ней, примерно тут она в малом квадрате, ну тут осколочные, осколка какого-то от патрона, рикошета хватит для того, чтобы оказались на небесах, либо стеклоглушителем, М-обой, они краснючие, истекают кровью. Представляю, насколько затруднено им движение, еще и в Харю заехали к стеклоглушителю, стекла протереть забыл, на очечках своих, и поэтому не сумел вовремя отглядеть соперника, который его и ликвидировал. Ликвидировал 1-0-6, Павилья, Россия, Россия уже уходит в преимущество, да, всем известно, что недавно был завершен матч по CSGO между командой НИП и НАВИ, СНГ тащит, СНГ рулит, 2-0 по картам. Ну, вот тут, наверное, все-таки не судьба, говорят честно, украинцам задоминировать, все-таки соперник более чем суровый им попался. Ну, ничего не будем, конечно, как-то сразу их так губить заживо, да, и пока сейчас живые, и способны на такие злодеяния. Спарскок ЛТВ 2-0, есть, бомба не стояла, должно быть полное эко-атаке. Ну, и есть пару деглов, все-таки немножко... Немного денег, то есть свои сбережения выделят вот эти недорогостоящие девайсы. Ну и снова поджим медла. Это уже просто вошло, как бы, за правило. Они берут это за правило, поджим медла, поджим зигзага. По крайней мере, на эко, посмотрим, что будет на девайсных раундах, который будет именно сейчас, и не минутой позже. Поехали. Так, 45 секунд, отсчет пошел. Обратный отсчет на неминуемой гибели Хайденфорсов. Ну, смотрим, смотрим. Очень много будет зависеть от принятых ими решений. Ну, сразу минусом Комсомола. Да, не позволил он продвинуться АМД по зигзагу. Кстати, я по составам я же обещал познакомить. Ладно. Под флешечку врываются на Десмайна. Тот целиком ослепленный. Видимость нулевая. Ну, 4 в 3 уже. То есть сразу навязали перестрелку своему оппоненту Шайсы. Там поджим зигзаги, да, поджим на котах. Это все мы с вами запечатлели. Опа, минус на медле. Промах с АВП, а вот пак. Критическая ситуация, потому что прорыв по медлу следует. Огромная трещина образовалась в самом центре обороны. Спрей от FF вынужден перезаряжаться. Ну, с учетом того, что очень мало. Практически не живые. И уже еще и нашивает F. Ну, как в воду глядел. 4-0. Итак, что говоря о составах. Хайденфорс, стеклогушитель, AMD, Second Wind, Emma Boy, Foxford, AS Mine, Командо Шайс, Феникс, F. Комсомол, Аутпак и Чен Чо. Это, наверное, из Китая он прибыл. Поджим по медле, вот эта парочка, неугомонная парочка. F. и Чен Чо. А там деглы снова. И уже через зигзаг врываются. Да, просто мясо. Ну, видите, Хайденфорсы постоянно стараются насыщать зону. Своим присутствием зону малого квадрата. Ну, и периодически это у них целиком целенаправленно не получается сделать. Капитулируют, капитулируют. Ну, а чем вот эти вот огрехи, какие-то недочеты можно компенсировать? Так это, опять же, выдержкой, да? Посидеть, подумать, поразмыслить. Бог с ними себе мешать, пускай поджимают. Пусть им дурно станет от этих поджимов. Вы сидите и ждите. Раз уж не получается. Сразу в первую же перестрелку проект в бою. Вот, вот, то, что нужно было. От трейлера ФФа, размина от аутпака. Ну, так распределили обязанности двое на малом квадрате, двое на большом... Фоксфорд! Неаккуратные действия! Небрежные в чем-то! Ой. И даже самотошные. У нас почему-то китка из ХЛТВ. Не желает она позволять нам спокойно смотреть игру. О, давай, что такое? Ну, все, попробуй перезагрузить, наверное, ХЛТВ-шка. Ну, вот, нормально, подключимся. Я ставлю на то, что ничего нового мы не увидим. Украина также будет отлетать по полной программе. Уже 6-0. Да, все-таки вряд ли. Не конкуренты. В этой ситуации ХЛТВ-шайсон. По крайней мере, не на этой карте. Ну, пока прогрузится у нас бары. Я пока обращу ваше внимание на сетку турнира. Прямо выведу ее вам на экран, чтобы приятно было ее лицезреть. Вот она, дорогая. Вот такой вид имеет. То есть, все началось с 1-4 сегодня. Вы видите, что ШАЙС преодолели сопротивление жары. Жара это одни чемпионов одного из предыдущих турниров, 151-го, по-моему. Дальше победа над украинским коллективом Ангер. То есть, опыт у ШАЙСов уже имеется в победе над украинцами. Поэтому... Сейчас им проще будет. В свою очередь, Хайденфорс одолели G5, малоизвестных. И... Первярак. Какие-то непонятные типы тоже. Ну, в общем, серьезного такого... Закалки, серьезные закалки... Закалки. Хайденфорс на сегодняшнем турнире не получили. То есть, возможно, у меня достаточно настроя сейчас все делаем. Слишком слабые, слишком простенькие соперники попадались, что сейчас переключиться сразу на такого монстра, самого настоящего, под гонтаком ШАЙС, не получается. Не имеет возможности о нем. Это уже 8-0. Это ни в коем случае не позор, это ни в коем случае... О многом нам не говорит. Это говорит лишь о том, что... ШАЙС и есть ШАЙС. Вот и все. Никто и мне авторитеты, я не чувствую свою силу. Просто делают дело как надо. Ну, а когда ты сделаешь дело, там уже гуляй смело. Но гулять не смело будет. После того, как наберут 16 очков, и счет будет 16-0. Минус от МОБВ. Но тут бы ему не отдаться Фениксу. Перестрелка на малом квадрате завязалась. Плеер вышел победителем. Ну что ведутся, такая тактическая. Только его перемыслит. Феникс пару обманных маневров. Ну и все. Нервишки шалят, шалят. Ну от страха они просто уже в кучу сбились. На большом квадрате. Держится брат за брата. Плечо... Плечо в плечо. Это серьезно от страха. Потому что они не знают, что делать. Они не чувствуют былой энергии, которая пребывала с ней по ходу предыдущих матчей. Вот и все. Поджим из глаз, но прошив... Да не прошив, просто спрейли, наверное, в дым. Попался. Под обстрел попал. Один, второй. Порноактер туда же. Порноактер. Ну и один стеклоглушитель. Full Domination. Unbelievable frag. В исполнении 6, 10, 0. Отбросило такое существенное расстояние стеклоглушителя. Не получается у него совсем стеклоглушить. 6, 10, 3, 10. Все в минус уходят у Hiding Force. Ровненько, гладко. Команда стабильная. Ну а у Шайцев 14, 1. Выделяется явно комсомол. Остальные поменьше. Эммо бой. Слегка рандомным и шальным, шальной пулей. Заглушил аутпака. Ну там хаешка не вовремя прилетела ему. А соперника хэдшот, порноактер, есть, 2-2. Бом на плечах тут же, тут же ее доставляют до точки назначения. Бом устанавливается, застал врасплох и смайн эфа. Ну и появляется реальнейшая возможность. Вдвоем против одного феникса. Хае 25 хп, порноактера. Ну все, выжидательная позиция эсмайна. Самая главная задача в том, что они выяснили место расположения феникса. Яй-яй. Не похилил эсмайна и сверхсадцы, сверхатуры. Занял второй ярус. Фух. Напряженный, просто под ручьем. Тек с их голов. Наколена была, обстановочка до предела. Ну и с этим напряжением Хайденхорс справились. Ну, а шанси снова за старые. Тьфу. Еще с большим рвением. Еще с большим желанием. Кинулись. Исправлять ошибки. Не знаю, не давние прошлого. Ошибки-то. Так себе. Мелочные. Мелочевка. Украина с почетом. С почином. С почетом. ЮАЗ-отачи. Только не на то, как... Интересно, что-то. Я не понял. А, это продолжение предыдущего стрима. Сегодня я уже коммитил. Минус Ф. С глока дотыкали его. Ну, они просто масса. За счет того, что группами поджимают, организованными группами, за счет этого и берут. Очередной раунд. Думаю, победное шествие шайцев обеспечено. Так, на ведре. Минус АТФ. АТФ, а точнее. По-прежнему, стрельба на дистанции. Мусотая пака. Атак спину подчистилась. Майн. И Триф-2. Вот в этих разменах. Моментальных. Все-таки не удается добиться преимущества численного. Все время примерно остаются вдвоем против вторых. Или вдвоем против четверых. Один против двоих. И из этой ситуации уже не вывести. Даже близко ничего не получается. Вот он. Ну. Чен Четок это вообще. Он в КС словно... Он в игре словно рыба, Ваня. Скажем так. Нагрянул как гром среди ясного неба. И убил порно-актера. 13-1. Last round. Разящие на повалу. Просто поджимы от шайсов. Не оставляют равнодушными никого. Безусловно, к этим поджимам равнодушными не остаются хайденфорсы. В первую очередь. Так, а, заняли. В кое-кто веке. Надолго ли. Стеклоглушитель. Так, вдвоем из майнфорно-актер. Есть. Ну что, вырулят, вырулят ситуацию. Сумеет ли они кашу расхлебать? Кто-то заварили. И... Чен Че. Чем Черт не шутит? Сейчас возьмут, да выиграют. Много чем Черт шутит. И террориствин! Уже в трупах просто добивал. 13-2. Ну, показатель полезности у всех игроков команды. Хайденфорс, конечно, никудышный. Оу-оу-оу-оу-оу-оу! Оторабанили, буквально оторабанили и в стиле Эдварда. Порный актер запрыгнул на этот ящик. В итоге Феникс-1, но его накернули. Пистолетный раунд за Украиной. Пистолетный раунд за Украиной. Ну что, ликуй. Начало положено. Есть какой-то такой результат, фундамент, на который можно опереться. И так твердо встав на свои две ноги, бороться за честь и отвагу, за Родину. Родина, мать зовет. Война в самом разгаре. Ничего еще не кончено. Диглы практически у всех, за исключением только Феникс. Ну, поджим по-друге. Йоха, нас проил топорный актер, а там уже все партнеры разобрались. С поставленной задачей справились. Чен-чо, один выживший. Успел слинять с тонущего судна! Да вот только волной его накрыло. Да, слишком грозная цунами надвигалась. 4.13. С удовольствием передам приветы, если вы желаете, в чатике. Давай викторину. Нет, викторина будет попозже. Потом не сегодня, не сегодня. Либо на Twitch, либо в группе Stream Company, ну, либо в группе Wait2Win наших партнеров. Читаю чатик. Читаю чатик, в котором ничего не написано. В пустом чатике. Комсомол отвесил хэдшот. Минус дал в люке. И попыка, попыка! Попасть прострелом? Махае! Точно в цель. Тут уже со спины Мобой пришел ему. Наткнулся на спину соперника. Спина такая широкая, широчайшая. Так что промахнуться по ней нельзя было. Ой. Ну что такое? Тьфу. Затянул, затянул с этим фрагом. Мобой. Порный актер один и с 12% здоровья. Он в... Эта миссия... Миссия отбития точки А выглядела, ну, абсолютно невменяемой. Ясное дело, он... Откинулся. Хантит 14.4. Недолго музыка для Хайденфорс играла. Снова... Ну, играет, да? По-прежнему в ушах. Какая-то музыка траурная. Уже. Они как-то позитивные. Ну, здесь на катах они весьма уязвимы. Вообще, на самом деле. Так что... В этом раунде может по-разному сложиться. Эсмайн! Тьфу, но снова разворачиваться. События, да что ты будешь делать? Вроде как, дают какой-то отпор. Вроде что-то получается. Разы... Акела промахнулся с первой попытки. А со второй есть промах. Порный актер, 100 хп, Диггл в бой. Угу. Куда там? Далеко не уехал. Буквально на старте движок-то изоглох. Ласт раунд 11 матч-поинтов у Шайдсов. Они станут чемпионами проходящего стринтовая кап номер 154. Представляете, да? Покортер, страйк 1.6, стримкомпани. Рады вас приветствовать на лиге от нашего проекта, которая пройдет в самое ближайшее время. То есть, во вторник уже будет первая отборочная. Будет всего лишь 4 отборочных. Вторник, значит, в четверг. Возможно, вероятно, скорее всего, в среду и воскресенье. Ой, в эту субботу и воскресенье. Или в пятницу и воскресенье. Там посмотрим, скорее всего, отборочные продукты за одну неделю. То есть, две команды финалистки в каждых отборочных, где игры будут проходить на вылет, проходят финальную стадию. И там уже формируется лига из 8 команд. И эти 8 команд по круговой системе будут биться не на шутку. Ну, то есть, вещь интересная. Лига такая организована так, что, ребята, принимайте активнее участие. Первая отборочная уже регистрация открыта на вторник. Так, лимит не ограничен. На количество команд не ограничено. Так что... Запаситесь пивом и чипсами. Запаситесь. И будем смотреть. Будем следить за ходом вообще этой лиги. Как на стрим-тернафляциях, безусловно. Ну, так и в общем, по информации, которая будет представлена в текстовом виде. На страницах этого турнира. На ссылках. На сетках. Ну, все. Последнее очко. Забоевывают шайсы. Ясно было дело, что тут уже. Хайт-энфорсинг. Выбиты из борьбы. И шайс. Ликует. Ликует страна. Ликует народ. Вот, Россия сегодня лучше. Поздравляем их. Они достойно показали себя. Интересную игру. Ну и... До скорых встреч на последующих турнирах от Dream Company. И еще раз пару слов о спонсоре нашего проекта. Это магазин лицензионных Steam и Origin. Игр Steam. Дефис FF. Ру. Низкие цены. Но ассортимент просто широчайший. Так что, на загляденье. Залюбуешься. Тем количеством товара, которые у них представлены. И тем более, от цен так вообще шок будет. Так что, ребят, заходим и покупаем. Исследуем, так сказать, окрестности этого магазина. Ну, все. Я с вами прощаюсь. С микрофоном был Артур Рокс. Как всегда, это неизменно. Ну и сворачиваем контр-свайк. И сладких снов. Всем пока.